Зачем русская невеста накануне свадьбы ездила в семью будущего мужа замерять окна? Какой он калужский стиль в русском костюме? А также, как торговля мылом сказывалась на модных тенденциях в дореволюционной России? Традиционные узоры всегда были привязаны к технике исполнения. Поскольку само полотно – это полотняное переплетение, простое, то и все узоры в основном, ну, как бы самое старинное – это бранное, то есть когда делали узор непосредственно в процессе ткачества. И, соответственно, они были геометрические. И даже если была необходимость изобразить солнце, как я понимаю, это основной символ во всех культурах, то его изображали в виде ромба. То есть не квадраты, ромба, а круг нельзя было сделать бранной техникой. Круг – солнце, горизонтальная линия – земля, волнистая – вода. Символика традиционной русской вышивки кажется нам довольно простой. Однако она вовсе не была примитивной и прямолинейной. Передаваясь из поколения в поколение, народная культура в какой-то момент, казалось бы, готова была кануть в лету. Но то и дело, то тут, то там, появляются народные умельцы и этнографы, для которых сохранение вековых традиций становится смыслом жизни. В дальнейшем техника вышивки набором, она имитировала бранную технику и тоже привязывалась к счету клеточек, и тоже была геометрической. И только с появлением техники вышивания крестиком позволило, так сказать, немножко отойти. Вот видите, он круг условный, то есть если поближе присмотреться, это те же геометрические линии, но только больше похожи на круг. А самое интересное, что вот эти ромбы в разных их вариациях, они назывались, ну, практически во всех культурах русских, во всех регионах, называли круги, круги. То есть это как бы и в этимологии означало именно солнечный круг. Часто встречается узор круг с пальцами. Ну, так вот он этнографами описан, когда от этих с каждой стороны ромба ещё там два, три, четыре, так сказать, чёрточки, да, что, в принципе, можно, так сказать, ассоциативно воспринять как солнечные лучи. И что-то обязательно внутри центра ромба, либо ещё один ромб, либо какая-то точка, вот, что опять же, как бы, говорит, ну, наверное, о плодородии, да, как о неком плоде внутри этого узора. Кстати, интересно, что вот это вот, видите, это на самом полотне узор сделан, а вот на этой занавеске купленная тесьма, вот, но купленная в тот период, да. И мануфактуры, которые производили эту тесёмку, они тоже старались повторить так или иначе те узоры, которые привычны для этих крестьян, покупателей этих предметов, да. Вот, это вот интересно. Вот, а вообще замечательно. Два разных костюма, ну, жизнеринский уезд, один и второй, да, но вот нижний узор совершенно, совершенно похож, да, между собой. Хотя нет, это всё-таки разные делали руки, да, вот, но суть его схожа. То есть это, видимо, была, так сказать, местная мода, да, и вот они её реализовывали. Ну, а нам, как этнографам, облегчает работу по атрибуции этих предметов. Крутится жизнь и веретено, Разное нам бывает дано, Время печали и время любви, В каждое просто живи. Как паучок паутинку придёт, Так полотно набивает твой рот, Корни его в тебя вплетены, Хоть не всегда и видны. Просто почувствуй, как за тобой Тянутся предки единой судьбой. Пусть не пугает времени бег, Ведь у тебя свой оберег. Вышивка смотрели мы сейчас более раннюю, там, где браное ткачество, перетыка, это вот красные полосочки, вот она, да, это вот, это перетыка с переборкой. Перетыкой называли вот эти вот тканные полосочки, от редкого к более частому. А переборки, когда вот с такими вот ещё квадратиками внутри. Ну вот, это на самом деле фирменный стиль именно Калужской губернии. То есть особенно вот Жизринский уезд, да, да и Козельский. То есть это, так сказать, некий определитель калужского, да, то есть вот такой калужский стиль, да. Вышивка крестиком – это более позднее влияние моды, да, и более того, влияние рекламы. Как это ни странно, дело в том, что несколько производителей, таких так, как Бракар, выпускали мыло, причём дешёвое мыло специально для крестьян, оно так называлось, крестьянское, стоило там 5 копеек, по-моему, вот. И вкладывали туда вкладыши со схемами вышивки по канве крестиком. Вот, из-за этого мы очень многие узоры в разных регионах, там, на тех же рушниках, мы видим очень похожие, прям вот схожие, да, до нельзя, да. Вот, это вот как раз влияние специально организованной рекламы моды, да. И вот, например, там два петушка вместе, ещё какие-то композиции, да, вот. В любом регионе ты можешь его встретить, да. Нет, это не некая общая традиция русских, да, это просто вот влияние моды, да. Вот, а задача этнографов найти именно локальную традицию, которая была архаичная, древняя, она потом была затёрта, но что-то из неё сохранилось. Вот, например, вот как элемент перитыки, это вот классика Калужской губернии. К локальной традиции относятся много элементов, да. Ну, в первую очередь, сам комплекс, да. Ну, понятно, берём южно-русский, там обязательно панёбу, рубаха и занавеска, да. Сама занавеска, вот мы сейчас смотрели занавеску с вукошком, да. В Жиздре носили без вукошка, да. Вот вам локальная традиция. Панёва в Хвостовическом районе современном, да, носили с потыком. А панёва Жиздренская была, во-первых, без потыка, да. Вот она носилась распущенной. Вот, во-вторых, она совершенно по-другому украшалась. Вот, видите, здесь надо было вот обязательно нашить этот кумач по контуру, да. Вот, любая панёва, калужская и брянская, тоже украшалась таким тканным пояском. На тканном пояске каждого села был определённый тип узора. Вот, это такой некий родовой знак, потому что на самом деле нужно понимать, что женщины, которые сами изготавливали костюм, они не выдумывали узор. У них не было для этого, ну, так сказать, ни навыка, ни потенциала, да. Вот, и необходимости никакой не было, они копировали. И особенно, если говорить о узорах, которые сделаны в процессе ткачества, это просто счётная техника, здесь сложно придумать узор, да. Вот, мама показывала дочке, как это делать узор, эта дочка потом показывала своей дочке, да. И получается, что село или даже часть села, если оно большое, да, они ткали вот определённый узор испокон веков. И, соответственно, это был некий родовой женский символ, да, их женского рода. Ну вот, вообще интересно, что женский род, он шёл как бы своей дорогой. Если мужской род, он передавался с фамилией и наследством, да, то есть его основные функции, да, передача фамилии, передача наследства, имущества, то женский род тоже не прерывался. Вот, как бы он шёл параллельной линией. И как бы свидетельство, например, свидетельство такого процесса перед свадьбой. В русской культуре женщина приходила в дом мужа, да, вот, и в его род. Вот, перед свадьбой приезжала невеста в дом мужа, вот, ну, в разных деревнях по-разному называлась, там, например, в Кирове, замерять окна, вот, или... Но суть, она приезжала посмотреть, что не хватает из ткачества, того, что нужно, какие шторки, какие, там, значит, там, покрывала, настольники. Вот, всё это готовила, привозила. И с этого момента, с момента прихода её в дом мужа, хозяйка, мать мужа, уже не имела права вывешивать ни свои рушники, ни свои шторы, ни свои скатерти. То есть всё ткачество, которое украшала дом, уже было невестено, понимаете, да? Ну, это о чём-то говорит, да? То есть вот это как раз она сохраняет. Более того, если невеста умирала, не родив, там, ребёнка, то всё это имущество, которое она приносила, возвращалось опять в её дом, в дом её родителей, и передавалось следующей девушке. И, соответственно, а свекровь, убирая своё, потом передавала своей дочери это, да, которая несла это в другой дом. Получалось, как бы, понимаете, две линии. В русской традиции имущество бабы, да, баба – это замужняя женщина, это её имущество полностью. То есть она могла полностью им сама распоряжаться, продавать, копить, делать, что хочет. И если даже семья попадала, так сказать, под взыскание, не уплачивая, там, какие-то долги и налоги, да, то бабское добро никто не трогал. То есть могли забрать, там, кроме лошади, инструментов земледелия, их не забирали, потому что, так сказать, иначе крестьянин не сможет продолжать свою деятельность, да. Могли забрать корову, самовар, утварь какую-то, но бабе добро не трогали, потому что бабе добро – это отдельно как бы, да. И вот как раз этот знак, вот, и говорит, так сказать, как родовой женский знак, да, который передавался, независимо от мужской линии, совершенно по другой траектории. Понимаете, они не то, что параллельно идут, они как бы идут совершенно в различных направлениях, но вот эта память, да, она сохраняется и, соответственно, передаётся, да. Она сохраняется и передаётся в основном за счёт как раз вот узоров, да, которые, узоров каких-то знаков, техники вышивки. А ведь, например, на 1917 год грамотных Калужской губернии, ну, понятно, мы говорим о населении губернии, а это 93% были крестьяне, да, грамотных было 20%, это вот если включает, так сказать, дворян, мещан и религиозные сословия, да, то мы можем воспринять вот эти вот знаки, особенно традиционные, как некую письменность, да, вот, такую обрядовую, да, но посыл, да. Они, видимо, до определённого времени могли читать, узнавать посыл этих знаков. К концу 19 века это практически было утеряно, да, потому что даже те этнографы, которые, ну, не каждая могла рассказать, а что она вышивает и что это означает, да, но продолжала вышивать то же самое. А с точки зрения, как бы, предмета, да, вот Жизжинская панёва, вот это вот добрая панёва, да, вот, потому что у неё есть несколько рядов вот этих вот позументов, сделанных из серебряной, посеребрённой нити, а может быть и серебряной, да, вот, и шёлковая тесьма здесь она немножко износилась, и, соответственно, это было достаточно дорого, да, вот, и чем богаче украшена панёва, тем она, соответственно, предназначалась для более значимых праздников, так называемых годовых праздников, основных праздников, вот, куда надевался самый такой наряд, да, вот, праздничный. Вот нашёл я, выбрал, взял за ручку, вывел цветик и мой олененький, взял за ручку, вывел, хожу, выбираю богатую тёщу, 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 тёщу! Субтитры создавал DimaTorzok